Капитальный ремонт третьей Нестеровской школы начался в апреле. Образовательные учреждения функционируют с 2000 года. Ремонтных работ с нетерпением ждали все. И школьники, и родители, и работники. Ведь условия для обучения и работы здесь были недопустимыми. Абсолютно не было воды, отсутствовала канализация, а зимой детям приходилось мерзнуть. Многие кабинеты в здании не отапливались совсем. Сейчас над устранением этих и других многочисленных проблем без выходных работают около 70 рабочих. Цель – успеть к новому учебному году, порадовать учеников обновленным зданием. На каждом из этажей по несколько рабочих бригад по разным направлениям. На первом маляры продолжают шпаклевать стены, которые до этого пришлось хорошенько выровнять. Завершение этих работ займет чуть больше недели. На всех трех этажах теперь новое плиточное покрытие. Раньше здесь была старая мозаика. В кабинетах намерены ближе к завершению ремонта уложить ламинат. Сейчас рабочие заняты кафелем на первом этаже. Первый этаж закончили почти в следующем неделе, примерно две недели, недели мы полностью всю работу завершим. А как долго вы работаете, когда вы приступили? Мы примерно работаем, три недели примерно, да, три недели работаем. Многие задаются вопросом, почему школа была в таком состоянии, ведь ей только 22 года. Изначально фундамент здания заложили в 1976 году, а возводился объект 24 года. Строительство много раз приостанавливалось по ряду причин, в том числе и нехватки средств. Качество проведенных работ оставляло желать лучшего. Так очень скоро крыша пришла в негодность. Во время дождей все протекало. Подрядчик был вынужден заменить кровлю и окна. В школе около 80 кабинетов. Для них закупили новые двери. Где-то около 100 дверей заниматься будет определенная бригада, которая занимается этим. Но где-то около полтора-две недели надо будет, чтобы установить все эти двери. Теперь у школы заработала канализация. В здании шесть санузлов. Все не отремонтированы. Так как объект находится на возвышенности, вода не доходила до учреждения. Благодаря участию сенатора Билана Хамчева эта проблема была устранена. Подрядчик же полностью обновил водопроводные сети. Также в здании полностью поменяли отопление. Проблемы школьники испытывали и с электроресурсом. В школьную программу с каждым годом внедряются новые технологии. Появляется современное оборудование. Старая проводка не тянула нагрузку. Сейчас рабочие полностью обновили сети. Тут шла алюминиевая проводка у нас. И устаревшие все. Щиты там, розетки, освещение. Все полностью меняет. За процессом работы наблюдает коллектив школы вместе с директором. Подрядчик, в свою очередь, согласовывает с ними детали ремонта. Так, например, цвет нового фасада здания был выбран по рекомендации руководства школы. Отделка лицевой стороны полностью завершена. Рабочие отштукатурили стены и нанесли декоративную штукатурку караед. Сейчас осталась задняя часть школы. Также подрядчик установил водосточные трубы, снегозадержатели которых раньше не было. Из-за чего со стен постоянно сходила краска, висели глыбы льда, которые представляли опасность для детей и взрослых. Письменно обратилась к министру образования и науки Эсити Брагимовне. Она провела анализ и сделала вывод, что да, действительно, школа наша нуждается. Огромное, конечно, спасибо министерству образования за это, что сразу откликнулись нам. Очень много проблем было связано с тем, что санузлы были на улице. Вы знаете, раз нет воды, отсутствует канализация, соответственно, не будут работать санузлы у нас. У нас старая мебель была в школе. И вот все эти проблемы были изложены. И сегодня, начиная с 11 апреля, подрядчик работает над тем, чтобы устранить все эти проблемы. Если такими темпами, которыми они сейчас работали, все-таки успеют нам сдать красивую новую школу. И наши дети и учителя вернутся в красивую школу. Дети сядут за школьной партой. А педагогический состав начнет свою учебно-воспитательную деятельность. На 50% подрядчикам закуплена мебель для кабинетов и столовой. Впервые в пищеблоке появилась вытяжка с высокой мощностью. Уже на следующей неделе рабочие приступят к установке подвесных потолков. Сдать объект планируют 25 августа. До начала учебного года руководство школы уже за счет собственных средств проведут дворовые работы. Покраска забора, побелка деревьев, обновление клумб и не только. Третья школа рассчитана на 704 места. Учатся здесь 570 детей. Количество работников 83 человека. Диана Дударова, Ахмед Горбаков. Новости 24.